Нарушил, заплати. Ну а если есть долг по штрафам на сумму свыше 10 тысяч рублей и он вовремя не оплачен, тогда административного производства не избежать. За три месяца 2021 года по части 1 статьи 2025 было составлено 562 протокола административного правонарушения в отношении лиц, которые не оплатили штраф, установлен в законный срок. В свою очередь судебные приставы имеют право составить акт о наложении административного ареста, направить исполнительный документ по месту работы для удержания из заработной платы. Сами по себе сотрудники Федеральной службы судебных приставов не имеют права останавливать автомобилистов. Таких полномочий, согласно правилам дорожного движения, у них нет. А вот проводить совместные мероприятия, рейды с сотрудниками полиции, в том числе и на дороге, они могут на вполне законных основаниях. Если за вами нет никаких долгов, все прекрасно, переживать не стоит. У меня нету незаплаченных штрафов. Все оплачено. А вот если вы знаете о своих долгах и не предприняли никаких действий для решения данного вопроса, вам придется решать проблему на месте. Если задолженность имеется, предлагаем оплатить на месте по терминалу картой. Если задолженность меньше трех тысяч рублей, мы выписываем требования. Если могут оплатить, то оплачивают. Если свыше трех тысяч рублей задолженность, мы арестовываем транспортное средство. И машину забирают на штрафстоянку. Автомобиль будет там находиться до тех пор, пока его владелец не погасит долги. У должника есть время, 10 дней, чтобы он самостоятельно погасил эту задолженность и машину не передали на торги. Чтобы ее не перепродали в счет погашения задолженности. Сегодня сотрудники полиции проверили более 40 водителей. При этом выявлено два человека, сумма штрафов которых превысила 10 тысяч рублей. В отношении них инспекторы ДПС составили административные протоколы.